Освободить земельный участок в 100 квадратных метров путем демонтажа и вывоза объектов мелкорозничной торговли – таково решение суда. Теперь ларьки на Среднем Ацесте, где раньше торговали одеждой, продуктами и игрушками, идут под снос. Собственников указанных ларьков, владельцев указанных объектов предупреждали заблаговременно о необходимости обязательного исполнения судебных постановлений. Вместе с тем, несмотря на предупреждения, владельцы указанных объектов их проигнорировали. Самостоятельно, указанных законом сроки, не демонтировали, что было зафиксировано в службе судебных приставов. Теперь судебные приставы и сотрудники администрации города и района контролируют процесс сноса строения. Часть павильонов рабочие разбирают вручную, к другим уже подошла тяжелая техника. То, что объекты на муниципальной земле стоят незаконно, было обнаружено главой Сочи в ходе последней инспекции Мацесты. Анатолий Пахомов в ходе таких визитов проверяет санитарное состояние микрорайонов и обязательно наличие разрешительных документов на строящиеся и уже существующие объекты. Это и торговые павильоны, и жилые дома. Что касается освободившейся после сноса ларьков земли, ее судьба уже решена. На этом месте будет реализована в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» хороший большой сквер и зона отдыха для гостей и жителей нашего города Сочи. Это сквер Мацеста, который будет вдоль реки, набережной, пешеходными дорожками, велодорожками, местами отдыха, спортивными комплексами. То есть объект благоустройства будет. Вся наша средняя Мацеста. В разных частях Сочи подобные незаконные объекты сносят регулярно. Причем под снос идут не только небольшие ларьки, но и многоквартирные дома. Так в начале месяца в Эмеретинке под снос пошли сразу две многоэтажки. На улицах Ружейная и 65 лет победы. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.